Девушки отдыхают И мы с вами в прошлый раз начали проходить, читать, изучать Агаду. Агада – это любая часть Гемары, в которой изучаются не законы, здесь есть и Агадот для законов, но здесь просто повествование идёт, некоторые истории. Истории тоже изучают. Логику талмудическую, способы вывода законов на основе Талмуда, которые сам Талмуд же и предлагает. Талмуд не предлагает способов изучения Агады. Так или иначе, мы сейчас изучаем эту повествовательную часть, и мы с вами говорили о том, что по ходу нашего изражения мы пришли к такому закону, к вопросу, чем является вечерняя молитва Аравит. Её назначили наши мудрецы. Но все наши молитвы Шмона Эсре, Амида, Этфила, они сделаны в соответствии с тем процессом, который подходил в храме Байта Мигдаш. Там делали кормонот жертвы. Так вот, вечерней жертвы нету. После того, как вечерняя, ночная, после того, как хошек, пришла темнота, досжигали то, что осталось на низбэях, на жертвеннике. И поэтому статус у этой молитвы непростой. Все остальные молитвы, мы сами знаем, что мы их повторяем, мы с вами молимся в Миньяне, после чего Шалих Цибур или Хазан повторяет её, эту молитву, и мы отвечаем ему Амэн. А вот у вечерней молитвы нет статус другой, и нет этого повторения, потому что не было курбана, не было жертвы. И поэтому мы так говорили, вопрос возникает, её читать обязательно, так же строго обязательно, как все остальные молитвы, Шахарит, Миньян, в Миньяне, Минха и Мусов, Мусов после Шахарита, а ещё бывает Нейла в Йом-Кипуре, Йом-Кипур. Так вот, так же строго, или же есть какие-нибудь послабления для неё. И сказано, что да, такой закон, что есть послабление для неё, если пришла заповедь, очень серьёзная история, то эта заповедь, которую установили наши мудрецы, её можно отодвинуть, потом произнести эту молитву, а если даже и не получится произносить, то её можно, можно ей поступиться. Это называется Тфилат Аравит Мазе Ршут Охова. Что это Тфила Аравит Ршут? Она имеет не то, что второстепенное значение, но она менее строга, чем все остальные. Или Хова, так же, абсолютно так же строга. И мы пришли с вами, так написано было в нашем Талмуде, что был такой спор, раби Ашуа и рабан Гамлиэль. Один сказал Хова, это был рабан Гамлиэль, Наси, руководитель еврейского народа. То, что переводится в том, князь вообще-то. Наси – это князь. Понятно, что он не был князем, почему? Потому что в это время правили римлянины в нашей стране, но он управлял еврейскими мудрецами, сангедрин в городе Явне. Это же было даже позже. Нет, в Явне было сразу же после храма, его отец там был в Явне. А здесь они потом переехали, в Цепоре, в Цфате и так далее. В нескольких местах они были. И рабан Гамлиэль сказал, что это Хова, а раби Ашуа, мы об этом говорили уже на прошлом уроке, он был Аф-Бейт-Дин, руководитель, главный даян, руководитель еврейского суда, раввинского суда, который стоял в 70 мудрецов. И этот пост был немного ниже, чем Наси. Наси давал уроки. Стоял такой человек специальный, Тарангеман, помните, мы говорили, да, Тарангеман? И он пересказывал громко всем остальным. Такое уважение было. Он мог Наси, руководитель еврейского народа, мог не повышать, не поднимать голос. Его усиливали таким. Человек-динамик такой стоял. И в связи с этим была история рассказана. Сейчас в двух словах прямо скажем, и дальше будем её читать. История очень простая. Был один ученик, который пришёл и спросил последовательно. Сначала раби Ашуа, старейшего, который был старше рабана Гамлиэля, а потом пришёл к рабану Гамлиэлю. Рабан – это тот же самый раби, но только из дома Илеля. Так они все назывались, рабан. Почти все они так назывались, когда получали Насиут, пост Наси. И он пришёл к одному, потом ко второму. Сначала к раби Ашуа, тот сказал, это Ршут. А потом пошёл к рабану Гамлиэлю с доносом на то, что сейчас ему было сказано о том, что это Ршут. В то время, как известно было, что это Хова. А он сказал, подождём-ка, все придут остальные. Называется Бнейтресин, так мы называли их, щитоносцы. И ты задашь этот вопрос. И он задал этот вопрос, и рабан Гамлиэль ответил как бы на этот вопрос, как будто бы сейчас это первый раз спрашивается. Он сказал, конечно же, это Ршут. И после чего он спросил у присутствующих, все согласны с этим, нет? И староста всех, а это главный Даян, это был раби Ашуа, он за всех ответил, нет? Ни у кого другого мнения нет, я согласен. Он говорит, а как же так? И сказали, что ты считаешь по-другому. И сейчас будет такое свидетельство. И раби Ашуа сказал свою загадочную фразу, что как-то можно свидетельствовать. Я сразу согласен, что он прав. Потому что если бы он был не живой, а я живой, то я могу еще протестовать, потому что он ничего не возразит. У нас не будет спора, подхода у нас не будет. Я скажу, а вот так-то было имелось в виду, он скажет, а вот другое имелось в виду. То есть происходит махлокет такой, спор. А тут его нету, и поэтому я бы мог сказать, конечно, что он не прав. Я согласен выслушать такое свидетельство. Но он же есть, то что же я могу теперь возразить? Как ты живой, можешь возразить живому? Как живой, может возразить живому? Так сказал раби Ашуа. И мы на эту тему говорим. Да он в Ганедане живет. Там, где люди никогда даже не обманывают. Верят всему. То есть никому даже в голову не придет. Никаких судов быть не может даже по раби Ашуа. И так он продолжал стоять. Его так не посадили, и все взароптали. Это уже не первый раз такое происходит. Он стоит у нас. Почему рабан Гамлель над ним не оказывает ему должную честь? Человек старый, уважаемый, мудрец из мудрецов. И в прошлом году он сделал так наружу, что она, когда они спорили на тему, пришел, настал новый месяц или настал. В один день вся разница была. И раби Ашуа не принял свидетельство, которое принял рабан Гамлель. И он сказал, что нет, у нас сегодня, извините, 30-е луля рабан Гамлель объявил. Нет, сегодня первое тишие. И ты должен смириться с этим. И как он нашел, чтобы он смирился. Вот когда у тебя будет Йом-Кипур, вот в этот день, а это у нас будет 9-е ава, а у тебя 10-е ава, вот в этот день ты приди, пожалуйста, ко мне выйди из города с умой, с деньгами, с посохом. И так он и сделал, для того, чтобы признать его правоту. Почему? Потому что все сделано по тому, как принимает еврейский суд, так делает на небе. Сейчас так скажут, но если они ошиблись. Какое положение? И если еврейский народ принял некоторое положение, не закон трактовал, а именно положение принять этих свидетелей или не принять, они могут на самом деле быть обманщиками. Так вот, если приняли, то так и и идет в Йом-Кипур, будет ближайший ему тот день, который исчисляется вот с учетом этих свидетелей. И еще один раз он также над ним поступил, когда он стоял перед всеми, он не посадил ни разу за весь урок этого старого человека, когда была масса рабица садок, у которого теленок, первенец своей матери коровы, получил травму, мум называется, да, получил некоторый изъян физически, а ведь нужно ему сдавать в храм самим Куэном, он принадлежит Куэну, и тогда Куэн съедает некоторую часть от него, а остальное сжигается. А тут, если получил травму, если он получил травму, то он вообще-то полагается, его нужно отдать Куэну. Вот у него это и признает, что сейчас он его может взять и съесть. Так вот, постановили, что если травму получил бычок у Куэна самого, а не у кого-то, то Куэну не отдают, запрещается ему, его не выслушивают. Почему? Потому что, может быть, он сделал это случайно. Раби Цадык пришел к Раби Ашуа, к крупнейшим мудрецам и спросил, ну что, вот никому не доверяют? Вот тем, кто вообще-то сидит здесь и учится, может, им доверяют? И Раби Ашуа сказал, да, доверяют. Ты можешь взять этого бычка. Рабан Гамлеев сказал, даже нет, и думать нечего об этом, не доверять никому. Не потому, что мы думаем, что Куэна обманывают, а потому, чтобы не было никакого разделения, чтобы знают просто, что бычок Куэна, Куэну не достается, если он у него получил эту травму. И он стоял весь день у него на ногах. И сейчас он стоит на ногах. И свергли Рабана Гамлееля. Так это произошло. И как только свергли, кого нужно выбрать, решили выбирать. Раби Ашуа нельзя, Бааль Масе, он участник конфликта. Раби Акиву нельзя, потому что он потомок Геров, и у него нет заслуги отцов. А вдруг Рабан Гамлеель расстроится, начнет плакать, небо жаловаться, небо, чтобы, вы слышите, когда праведник великий жалуется на кого-то, не потому, что он говорит, накажи его, нет, ему просто больно. Тот, кто сделал ему боль, будет наказан. И в таком случае помогает, что захутовод те заслуги, которые сделали твои отцы. Поэтому еврей больше укреплён в этом. У него много-много поколений, заслуг, выполнения Торы праведников, а у Гера этого нету. Поэтому, не дай Бог, против такого человека, как Рабан Гамлеель, он не выстоит. И предложили Раби Лазару бен Азаре, который был и богат, вдруг появилась система богатства. То есть, он, римляне уважали состоятельных людей, только с ними они могли иметь дело. Или с Раби Ашу они ещё могли иметь дело, который был бедный, очень бедный, мы будем об этом говорить. Но они его все любили. Но Раби Лазар, Лазар бен Азаре, достаточно был богат, в то же время был мудрец из мудрецов. Он всегда отвечал на любую вещь, которую ставил Рабан Гамлеель. Вопрос. Он был не менее умудрён в споре. И в то же время он был, у него Ихус хороший был. Он не от Геров происходил, какой Ихус это происхождение. Он был 10-е поколение от Эзры. Великий человек. Рабан Гамлеель сам был великий человек. Каким великим человеком был Рабан Гамлеель? Он происходил от Илья-Лазакэн. Из дома царя Давида по прямой. Да, коленные воды. Вот предложили Раби Лазару бен Азаре. И он был, как мы помним, ему было 18 лет. Ему было 18 лет, сейчас мы об этом как раз будем говорить. Вот на этом месте мы сегодня начинаем читать. Итак, у нас 27-й релист, вторая страница. И мы её хотим приблизиться к концу. Мы очень хотим с Божьей помощью. И нет, на перелистовую страницу не будем. На следующем уроке с Божьей помощью перейдём. До самого конца, сейчас будем читать, почти до самого конца нашей страницы. Раби Лазару бен Азаре. То есть, спросили ему. Они не пришли и сказали, мы тебя выбрали. Нужно прийти и сказать, вот мы тебя выбрали. Ты согласен или нет? Это написано. Смотрите, как написано красиво. Ниха – удобно, слово «нох». Удобно ли ему? В третьем лице они разговаривают с человеком, в третьем лице. Это уважительный разговор с мудрецами, которые сейчас мы там делаем. Лемар. Лемар – это не ламар сказал. Тут алифа нет всё равно. Но на арамейском всё может быть. Лемар. Мар – это господин учитель. Хочет ли учитель, или так звучит, согласен ли учитель. Ниха удобно ли учителю быть, чтобы он был, рэш-метифта. Рэш-метифта – это рожь-ешива. Рэш – это рожь на арамейском языке. Метифта – это ешива. Один к одному прям. Метифта – таф вместо шин. То, что сидят. Ешива – сидят и учатся. Согласен ли он сменить на посту Рабана Гамлея? Вот в чём заключался этот вопрос. На самом деле, ему так сказали. Роаш-метифта – это руководитель ешивы. Это ещё не носи. Носи ещё выше. Но они имели в виду именно это. Только в мягком виде они сказали. И просто в каждой носи всегда был рожь-ешива или рэш-мэсифта. Да, одно и то же. Вот они сказали, хочет ли это быть тем, чей пост занимает носи. То есть хочет ли это быть носи. Красиво, нет? И он так сказал. Иногда арамейский язык проще, чем еврейский. Это называется «с людьми моего дома». С домочадцами. Пойду-ка я посоветуюсь с моими домочадцами. Так он сказал. Он пошёл и посоветовался со своей женой. Тоже очень непростая вещь. Он сказал, пойду с домочадцами посоветуюсь. А пошёл и посоветовался с женой. Ну, просто лишний раз вообще не говорят. Про жену вообще не говорят лишний раз. Не нужно. Поскольку сейчас сказано будет, что ему 18 лет, у него ещё и домочадцев не было. У него был молодожён один. У него ещё не было никого. Какие ещё домочадцы бывают? Он ещё не успел обзавестись ими. И сказал он вообще про домочадцев и скромности. А вообще-то, на самом деле, это и называется. Так сейчас и говорят. Пойду посоветоваться с домочадцами, называется, посоветуюсь с женой. С женой нужно советоваться по всем важным вопросам. И что, не знать, что она скажет, что и делать. Иногда и так полезно. Как Сара сказал, так Авраам и слушал про наших братцев. Некоторые так отмечают, что изменения в статусе Раби Лазар-Беназаря были такие большие. Он был просто Танит-Хахам. А сейчас он будет рожь на Си. И совсем другой статус. Согласно на это или не на это. И вы скажете, ну, понятно, ведь никто сейчас нас дрожает, правильно ведь? Да нет, дело в другом. Эта тема обсуждается в Ктубот. В Ктубот, 62 лист, вторая страница. Там так написано. Есть такая вещь, как ОНА. Сроки близости между мужем и женой. И эти сроки, они выписаны в Мишне. Сейчас придут и скажут, да никому какое дело, сколько сроков близости с женой. А вот и есть какое дело. Приходит жена и говорит, он там занимается тем-то, тем-то. И мне это недостаточно. Мы обещали. У него в Ктубе написано, что он меня будет кормить. Видите, написано? Кормить. И поедь. Одевать. Предоставит мне жильё. Похорное на нём. Не на моём отце, который я оставил, а на нём. И ещё. И он будет со мной выполнять супружескую должность. Как называется? Обязанность. Если он это не выполняет, он имеет право развестись и получить от него большие деньги. 200 зус. Поэтому нужно было сказать, а когда начинаются такие сроки. И там была такая есть такая Мишна. И в Ктубе там сказано, что, например, погонщик скота. Такие люди, которые вообще где-то ходят. Дальнобойщики сейчас называется, да? Они матросы дальнего плавания. Может быть, матросы вот тоже. Должен получить разрешение у жены на то, будет ли он дальше от работы или нет. Почему? Потому что специфика его работы ограничивает сроки их общения. Так скажем. И там выписаны некоторые значения. То есть, некоторый список приведён. Например, для учащегося Ешивы написано, Мишабас, Лишабас. От субботы к субботе. Вот как хотите, так понимаете эти слова. А Носи от месяца к месяцу. Вы согласны на это или нет? Сейчас он будет Носи. Он занимается общественными работами. И всю силу там тратит. И такая вещь непростая. Они так учились, что вообще-то сил у них никаких не было. Сейчас об этом будем говорить. Немного скажем и об этом. И сказал ему Амрала и жена. Вот. Переворачиваем лист. Амрала и жена. Я сказал, что не зайдём до него, да? Уже в конце. Я просто себе выписал здесь. А здесь в оригинале всё написано. Амрала и жена. Амрала и сказала ему, жена. Теперь мы переходим на 28-й. Кавхет легко запенить. Кох. Сила. 28-й лист. Первая страница. И она ему так говорит. Он пришёл. Ведь не написано. И пришёл, он не сказал. Написано. И сказала ему, жена. Как будто он же пришёл и сказал. И не написано согласно, не согласно. Она и сообщает что-то. Мы этого не знаем. Мы знаем только, что её ответ и его возражение. Приятие, непринятие. Дилма, мэабрин, лах. Лах – это лха на арамите. Может быть, Дилма, мэабрин, тебя тоже свергают, переводят. Ляабрин – это с этого места на это. Уберут, как и Рабана Гамлиэля. Ты согласен на это? Амарла. Сказал ей. Амарла – это и на иврите, и на арамите одинаково. Сказал ей Раби Элазар Беназаре. Смотрите, какое-то интересное предложение. Мне очень нравится. Лиштамеш и наш йомахада бехаса демокра. Красиво. Использует человек. Лиштамеш. Лиштамеш на иврите, да? Шииштамеш, мы бы сказали. А тут, Лиштамеш. Это называется. Стоит человеку использовать. И нашет человек. Йомахада. Йомыхад. Один день. Вэ хаса демокра. Ну, обычно читают бэ. Бэ, касса. Касса – это коз. Иврите. Стакан демокрый, дорогой. Дорогой стеклянный кубок. Стоит человеку один день использовать этим бокалом. Вэ лимахар литбар. У, видите, да? У лимахар литвар. Дагеш ушел. Мы говорим так. Вэ лимахар литбар. А на завтра он сломается. Стоит человеку использовать стакан, воспользоваться этим стаканом, дорогим, чтоб скать кедуш. Даже если известно, что завтра он сломается. И это было тоже хорошо. Кто-то будет говорить. Ой, жалко сломался. Ну, жалко. Ладно. На хоть один день попользовался. Так он остается. Сказал он ему. Это вообще постовица. Питгам. Другими словами. Стоит мне согласиться на этот пост, даже если буду заниматься этим. Один день. Так он сказал. Так Раши объяснил. А вот есть другой вариант текста Гемары. И он приведен в Тософот Рош. Там другой диалог происходит у них. Знаете, какой диалог? Жена сказала ему. Может, тебя свергнут? А он ей ответил. Есть правило, согласно которому прибавляют в святости и не умоляют. То есть, если выбрали, то выбрали. То есть, не могут избрать, чтобы свергнуть. По крайней мере, в ближайшее время. Какое-то время должно остаться. По этому принципу мы зажигаем свечи на Хануку. Каждый раз добавляя одну свечу. Нужно как-то поменять их число, чтобы показать, что сейчас другой день. Можно было бы зажечь всё, как бы это самое дело, а потом снимать по одной. Мы не гасим. Они просто на следующий день мы зажжём на одной меньше. Так вот, не уменьшают святости. Как я сказал, дом мудрецов Елеля. Вот тот дом, из которого происходил раби Элазар Беназария. И поэтому сказал, ничего, не надо бояться. А жена на это и сказала. А если рабан Гомель тебя накажет? Вот разгневается и накажет. Каково тебе будет? Понятно, что у тебя схута вот. Там не написано об этом, но мы это понимаем. Вот он и ответил. Ну, накажет, накажет. Хорошо, один день. Сакан и медленно, что бы тебе дольше сказать. По второму варианту, видите, жена предвидела сразу несколько вариантов событий. Женщины еврейские, женщины очень умные. И дальше. Значит, на чём мы остановились? Что он сказал про кос? Кос де мокра. Юкра, да, на современном еврейском. Амралы, сказала она ему, приведя ещё один аргумент. По нашему тексту второй, а по тексту Тасафот Рош, у них такая гемара была, такой Талмуд. Третий аргумент. Так она им сказала. Лейт лах хиварата. Лейх лах. Лейт лах хиварата, это называется, нет у тебя белого, нет у тебя седины. Какой ты будешь носи, давать уроки, а борода чёрная? Она, конечно, не сказала такой интонаций, как я сейчас сказал. Она говорила очень серьёзно. Потому что нужна седина, правда, для уважения носи. И он ничего не сказал. И вдруг написано. Смотрите, какая фраза. Тамны срея, это называется на рамете 18. Тамны 8. Тамань. Шеван. Тамань, это север, да? Крым. Срея, это от слова асара. Остатка от 10. В этот день. В этот день. Гагу Йома. В этот день. Бар. Он был в возрасте. Восемнадцать. Шней Гава. Восемнадцатилетнем был. И ничего не сказал на это. Нет, седины нет. И написано. В. Итрахеш Лей Ниса. И случилось ему чудо. Итрахеш Ло Нес. На еврейте. И произошло с ним чудо. Какое чудо? Вахдеру Лей. Тамны срей Дары. Хеварата. И Вахдеру. И появились, так скажем. Ну, вернулись. Появились у него восемнадцать рядов седых волос. Я не знаю, что ряд. Никто не знает. Я спрашивал всех мудрецов. Ну, говорят. Ну, такой вот ряд волос. Вот такой вот ряд. Я не знаю, как это объяснить. Но было почему-то видно, что восемнадцать. Может, они такие косички. Я не знаю, что случилось. Было и видно, что какие-то ряды есть. То есть, он не весь сразу поберел. А появились у него восемнадцать. А у некоторых так вот говорят. Такие вот косички. Так или иначе. Стал он седым. И этот аргумент пропал. И после чего он... Сейчас мы посмотрим, что он после чего стал носим. Одно маленькое замечание нужно сделать. Число белых рядов, в данном случае седых рядов, по числу его лет. Восемнадцать лет, восемнадцать рядов. Тем самым, мне бы так написано у наших коммендаторов некоторых, я бы показал, что все его восемнадцать лет были годами праведности. Да, как седина белая. Белая – это символ, знак безгрешия, чистоты. И они были праведными. И это называется Иш-Хай. Иш-Хай – праведный человек. Иш-Хай – это человек, а Хай – это Хэт-Ют, восемнадцать. Восемнадцать. В то же время жизнь. Это и есть живой человек. Одному из героев в окружении царя Давида звали так, возвали его так. Бнеягу бен Йояда бен Иш-Хай. В своё время, когда мы с вами изучали Гемару на другие трактаты, на другие главы, у нас была история о том, как враги, филистимляне, окружили и вступили в бой с группой Давида. И всё это происходило на поле рядом с Бетлехом, где была и пшеница, или рожь, и, главное, Адашим, течевица. Помните, мы изучали такие законы? Так вот, там было перечислено, у него ещё было три героя. Вот один из них, этот герой, его звали Бнеягу бен Йояда бен Иш-Хай. И всё это звучит так. Некоторые человек, которые звали Бнеягу, такое имя, такое было, а потом бен, а отца его звали Йояда бен Иш-Хай. То есть, он был сам в своё время сыном бен Иш-Хай. Это написано в Шмейле, второй книге Шмейля, 23 глава, посмотрите, 20 стих. Так вот, бен Иш-Хай – это не сын живого человека, а он сам живой человек. Бен Иш-Хай – это выражение такое, что отважный для Всевышнего. Отважный для… Тот, кто не умирает на поле боя. Бой за Всевышнего. Поэтому такое слово было использовано. Поэтому здесь был про 18. Ну, такой комментарий был. И продолжается, прошло с ним это чудо. И появилось у него 18 рядов седых волос. Гайну, де Камар, раби Лезер бен Азарь. Это то, Гайну, это то, де Камар. Как сказал, это соответствует тому, что в своём другом месте, на 12-м листе нашего трактата «Брахот» написано, что звали, что он, сам о себе сказал, «Де Камар, раби Лезер бен Азаря», как сказал Лезер бен Азаря, о самом себе, «Арэй Ани, кэ бэн Шивим Шана». Вот я, как 70-летний, кэ бэн Шивим Шана, как человек, которому 70 лет. Как? Вэло, бэн Шивим Шана, и не 70-летний. Некоторые так читают. Вот он сказал о себе, что он, как 70-летний, а он был не 70-летний. А вообще, на самом деле, Талмуд, Гемар, это нужно так прочесть. И вот он сказал о себе, вот я, как 70-летний, и не сказал о себе, вот я, 70-летний. То есть, нас не интересует, что на самом деле происходило, нас не интересует, что, как он сказал. И вот об этом сказано здесь, что вот я, как 70-летний, в тот момент, когда, в тот день, когда его выбирали на «Си». Так он сказал людям. Этот отрывок, кстати, читается на пасхальной Агаде, да? Агадаш иль Песах. Вот я, как 70-летний, и не знал до сегодняшнего дня, как читается такой-то стих, а сегодня я узнал. И мы это изучаем, эту фразу. То есть, он может быть в несколько ситуаций. Не сказал, что я 70-летний. Сейчас мы переходим к следующему отрывку. А вот тут еще найден Рамбам. Рамбам написал, что Раби Лазар бен Азаре занимался Торой очень интересным. Послушайте, какой внимательный, какой интересный Рамбам. Иначе бы я его не привел. Он занимался днем и ночью. Все время занимался Торой. И физически очень слаб. Настолько, что выглядел глубоким и седым старцем. Таким он был. Седым не знаю, но глубоким точно. Знаете, с тобой есть такое замечание. Но ведь сказано в Талмуде, в Гимаре, Рамбам, что он написал такой Рамбам? Вот он так мог заниматься Торой, что он был седой. Так в Талмуде написано, что он не был седой. И чудо с ним произошло. И он проболел один день. Побелел за один день. Стал белым за один день. Почему Рамбам так написал? Но Рамбам теперь нельзя спросить. Рамбам уже написал-написал. И за него ответили Хатам Сойфер. Такой ответ он провел. Рамбам прав. Он был седой. Послушайте, как он объяснил. Когда мудрец занимается Торой, то тело его слабеет. Появляется седина раньше времени. Так это было в те времена, по крайней мере. И становится он старцем очень рано. Дрихлеет он. Становится малоподвижным. Я видал таких людей. Но небо делает чудо для мудрецов Израиля. Какое чудо? У них остается зоркое зрение. Ну, не у всех, но, как правило. Сейчас, в принципе, очки есть. Но острая память. Они занимались всю жизнь Талмудом. И они помнят все, весь Талмуд. Чем старее, тем память просто еще острее становится. Рассудок у них становится, продолжает быть таким же зрелым и сильным, как в юности. Это чудо. Это заключается чудо в этом. Они сидеют раньше времени, а рассудок у них остается таким, каким и всю жизнь, как он бывает, ну, 20 лет, 18. Однако, до раби Лазара бен Азарья, поскольку он просил выглядеть старцем, такого чуда не сделали. Это и сказано, совершенно для него чудо. То есть, чудо для него было отменено. И он стал старым из-за чего? Из-за того, естественно, образом. То есть, он к этому времени, к этому времени, был все еще черный, должен был быть седым. Ему какое чудо сделали? Оставили природное чудо. И он посидел просто от этого, от того, что его избрали, а не от Торы. Так сказал Хатам Софер, оправдав Рамбама тем самым. И что дальше читаем? Итак, он согласился на это. Нигемар продолжает свое повествование. Тана учили в Барайте. Тана учили, учитель Барайте учил нас. Какая-то Барайте, Мишна, какой-то есть учитель, который нам преподает все это. Читаем. Вот угайом силкугу ли шумер гапетах. Силкугу, это называется, убрали. Вообще-то это такое непростое выражение. На иврите тоже. Это называется, вот убирайся отсюда. А слово убрать, да? Некрасиво это, не уходи отсюда. Вот его убрали. Силкугу. Кого? Шумер гапетах. Шумер гапетах – сторож в воротах. Привратника, можно говорить. Входа в дом и учения. Его убрали. Ванитна лагэм ршут литалмедим ликанес. Вы говорите, говорят, ликанес. Ну, ликанес. Нарамите. И дали ванитну лагэм им ршут право литалмедим ученикам ликанес войти на занятия. Привратника убрали. Наверное, он не мешал. А ученикам предложили войти. Шагая рабан гамлель махрис вэумер. Почему? Потому что все время, пока руководителем был рабан гамлель, шагая рабан гамлель, махрис вэумер. А именно. Он что он делал? Он махрис называется объявлял и говорил. То есть громко объявлял. Просто сказался. Коль талмед шеэйно шеэйно тохо кэваро. Так надо произносить. Мы читаем кэбаро. Тохо тох. Тохан – это внутри. Бар – это снаружи. Коль талмед каждый ученик, шеэйн, у которого внутренность не такая, как внешность, ло и конес, ло и хнас, ле беда мидраш, не войдет в дом учения. Нельзя это сделать. Ученик, который не такой, как снаружи, как внутри, или не такой внутри, как снаружи, ему заходить нельзя. Тем самым Рабан Гамриэль опасался, что придет ученик, все пишут здесь комметаторы, что придет учить Тору ученик, в котором нет страха перед небесами. Он выглядит богобоязненным, учит Тору, а страха Ярат Шамаем у него перед небесами не было. А теперь дали возможность учиться всем. Об этом сказано в трактате Йома, кстати, 72-й лист, вторая страница. Это написано так, говоря так, да, внутри не такое, как снаружи, про того ученика и про того мудреца, и мудрецы бывают такие, которые изучают Тору и не боятся небес. Вот Рабан Гамриэль не хотел таких. Рабан Элазар Беназар искал, пускай и такие тоже учатся. Гемар добавляет, что кроме того, что убрали привратника, его убрали, совсем убрали. Сейчас про привратника еще нужно сказать. Там еще внесли новые скамейки, сейчас прочитаем. Про привратника еще собрал еще несколько комментариев. Задача привратника этого сторожа была не пускать, как видно, не пускать людей, учеников до мучения. Каких учеников? Которые не такие, как снаружи, как внутри. Лицемеры называется. В трактате Йома сказано, что он стоял и собирал деньги за оплату. Так для чего он был стоял? Чтобы не пускать лицемеров или собирать деньги? Написано там в этом трактате о том, что Елеля Азакэн, еще не был Азакэн, да? У него денег не было, и поэтому он учил снаружи. Помните эту историю, да? И его там снегом засыпал, и когда стало темно, свет у них тоже не хватало, и снегом его присыпал, и стало темно, и они дали там что-то черное. Так они его вышли, он там умирал, его затащили внутрь. Видите, после этого не отменили сбор денег на входе в БТА Мидраж. Ну, значит, у него была такая функция. Так вот, подходим к тому, что он и не впускал лицемеров, и в то же время не впускал без денег. И то и другое. А вот как превратник мог определить качество ученика? Это что еще такой за психолог-специалист Фрейди стоит там? Один задает такой, он вообще-то проводил, это непростая история, были мудрецы, исследования, спрашивали, может, анкету заполняли, спрашивали, какие у него массивы, как он поступал с людьми. Там тоже было попасть непросто. Я думаю, что туда попасть было непросто, чем в современную Ешиву. В современную Ешиву ты не всегда попадешь, не всякую. А есть другой ответ. Вообще-то этим занимался сам Роман Гамлея, а он мог определить сразу. Смотрел на человека и определял, какая у него внутренность. А есть еще такая точка зрения, очень интересная. В трактате Хули на 133-м листе написано, что был такой идол особый. Там рассматриваются вопросы идолопоклонства. Был такой идол, который звали Маркулис, так его звали. Я так полагаю, что это был Меркурий, римский идол. А может быть, нет, я не настаиваю. Маркулис. И поклонение заключалось, у каждого идола был свой ритуал поклонения. Римляне, еще какие-то другие люди, сирийцы местные, вообще провинция Сирия здесь была. Арабам еще не пахло. Они поклонялись очень специфически. Они там, где стояли эти идолы у дороги, забрасывали камнями. Вот шли по дороге, брали камни. Это было полезно, конечно, чтобы дорога была. Булыжники собирали. И кидали каменные такие. Сам идол представлял собой горку камней. Кстати, некоторые говорят, что он был на какой-то версте. Там было видно, вот одну версту проехали, с одного идола до второго. И камнем, чтобы не напали враги, бандиты или еще какие-то другие люди, вежливые человечки. На дороге всякое бывает. Кидали камень. Такое было обычае. А теперь идет человек, который вообще не верит в идолов. А, идол? Сейчас мы его забросаем камнями. Как хорошо. Вот этого нельзя делать. Почему? Потому что это входит в ритуал. Даже из-за того, что ты не знаешь, не торопись. Потому что даже там было написано, что некоторые идолы плевали в них. Я, правда, не вижу, что полезного здесь в плевании. Этого нельзя сделать. Как кидающий. Вот так же нельзя было брать ученика, который был недостоин. Почему? Учитель думает, что он учит достойного, а на самом деле он что? Учит недостойного человека. Если это недостоинно, например, учит Тору для того, чтобы потом быть врагом Торы. Чтобы быть врагом Харидима и так далее. Были всякие случаи. Как кидающий камни в такого идола участвует в поклонении этому идолу. Хотя его намерения очень чистые. Противоположно. Да, мы закидываем этого идола. То и учитель, который не знает точно, что он учит недостойного ученика. Он в полном благовом намерении, на самом деле, сделает запрещенное дело. Так считал Рабан Гамлеэль. С ним согласен Раби Лазар Беназарий. Он прямо сказал, да, я согласен полностью. Только добавлял одну деталь. Нельзя обучать недостойного человека, только если доподлинно известно, что он недостойный ученик. Выступает против Торы. Если есть сомнения, то сомнения лекуло, да, в пользу облегчения. А поэтому собираем данные, всех пропускаем. Если человек оказывается недостойным, попросим не ходить. Вот все равенства между ними. Хорошее замечание, нет? Читаем дальше. Что у нас здесь произошло? В этот день, когда назначили Раби Лазар Беназария, это на рамейском языке, собрали, на самом деле, внесли, добавили несколько скамеек в Дом Учени, на скамейках сидели. Амар Раби Йоханан, Раби Йоханан сказал, который же не в это время, а потом, это же Гемарий, он сказал такую фразу. Плиги Ба Аба Йосеф Бен Достай Вербанан спорили на эту тему. Плиги Ба на эту тему спорили. Аба Йосеф Бен Достай, так его звали, и Вербанан, и мудрецы. Как они спорили? На тему скамеек. Хад Амар, один из них сказал, Хад Амар, что он сказал? Етасфу Арба Ме А со Фсалей, добавили 400 скамеек, Арба Ме А и Арба Ме От, Вэхад Амар, Шва Ме А со Фсалей, 700 скамеек. Спорили. Почему я говорю, одна сторона спора? Потому что, вообще, мудрецов нельзя сказать. Один из них сказал, мудрецы же. Поэтому, наверное, было несколько. Так или иначе, был такой спор, и решальный вопрос. И все, и больше на эту тему ничего нигде не написано. Пришлось порыться. И обнаружили, вообще-то спорили на тему не мудрецы. Врина Араби Йохананна, который состался на мудрецов, сказали, спорили, сколько скамейка не принесли. А на самом деле, есть такое объяснение. Они спорили сами мудрецы, сколько скамейк внести. Такое было мнение. Или мудрецы после сказали, что вот когда они вносили, вносили для чего? Абе Йосеве Бендастае сказал, что 400 или 700. Тут не написано, кто что. Он же сказал 700. Такое мнение есть. Внесли столько скамейок, сколько нужно было для учеников. Знали, сколько хотят учиться здесь. Поэтому унесли 400. А второе мнение, есть такое мнение, редкое, что они внесли не из-за расчета того, кто сейчас будет учиться, а кто захочет учиться в будущем. Он еще даже не хочет. Отсюда следует, что вообще-то внесли для нас с вами. Вот в это время, если скамейки, что учились мы с вами. Не только тот, кто уже учился, а на все будущие времена. Это называется символ 700 скамейок. Так это называется. Ну, добавили 700 скамейок. А теперь возвращаемся к нашей истории. Гава была, у него халша, халаш, упал, стал ослабым, датой, его сознание. То есть, упал духом рабан Гамлиэль. Он теперь увидел, что разрешается учиться всем. А он не разрешал учиться всем. Получается, что не накажет ли его небеса за то, что он запрещал учиться некоторым людям. Раз разрешили всем, получается, что они достойны. Значит, он достойным не давал учиться. И поэтому он испугался. Амар. И он сказал, Дилма, Хасвэшалом, Манати Тора, Мисраэль. Дилма, может быть. Хасвэшалом, не дай Бог, да? Хасвэшалом, это... Ой-ой-ой. Манати я убрал, отклонил Тора от еврейского народа. Что я сделал? Возможно, что такое? Дилма. И чтобы его утешить, он очень расстроился. Так написано. Ахазулей, Ахазулей, слово хази, да? Показали ему, Бэхэлмэй, Бэхалом, Бэхалмо, Бэхэлмэй в его сне. Хасбэй хиврэй. Хасбэ хиврэй. Хацаба – это бочка, ну, маленькая бочка, кувшин. Я так полагаю, что вообще хацаба, надо посмотреть, это не что иное, как амфора, но только широко горлое. Не с узким горлышком, а с широким. И небольшая. А хиврэй, как мы уже знаем, хиврэ – это белизна, да? Белый. Белый амфоры из белой глины сделали. Не покрасили, а белой глина. Была такая. Демальян, китма. Демальян наполненные, показали ему эти горшки, белые, наполненные китма. Китма, я написал, золой вообще-то нужно. Золой или еще прахом, да? Ну, что, остается от того, что сгорело. Они белые, и снаружи не видно, что у них лежит внутри. Это намек на то, что он был прав, и новые ученики, которые пришли, ты боялся, что ты не впускал достойных учеников, так вот, новые ученики не такие внутри, как снаружи, поэтому ты правильно их не впускал. Видите? посмотрите на эти горшины. Не видно, что там внутри? Вот таких. Вообще нельзя, недостойного нельзя впускать. Это совершенно точно. Как мы сейчас только говорили, рабе Элазар Беназаре сказал, что только когда доподлинно известно не пускаем, а о небо доподлинно все известно. Поэтому не расстраивайся, ты правильно поступил. в Элуаги, и это не то. Это называется, ну не так было дело. Это называется, на самом деле ученики, которые не могли пройти, были достойны того, чтобы их впустили, а ты зря их не впускал. Так объяснили Раш и Марша. Намек на то, что он был прав, как будто бы намек, так ему было сказано во сне, новые ученики не такие внутри, как снаружи. Такое объяснение еще есть, кроме всего этого. Написано, что он увидел кувшины, внутри которых черный пепел. Дело в том, что раби Элазар Беназаре тоже видел, что некоторые ученики подобны таким кувшинам. Снаружи белые, антричные. Но считалось, что со временем учебы Тор их починит, изменит, и они станут кувшинами полными драгоценных камней. Так написано в комментариях. То есть, сейчас они учатся не во имя небес, но в этом есть награда для тех, кто изучает Тору. Им будет дано учиться подарок с неба во имя небес, без всяких своих утилитарных целей. И все различие подчеркивается вот этим двумя словами. пепел, зола, афар, через альф пишется. Не через айн, афар, земля, глина, а через альф. Дело в том, что земля и глина, он сказал, они могут быть черные, но это земля. А ты подумал, что это что? Черная, это зола. Если бы это была зола, да, это нельзя использовать. А если это глина, то из нее можно будет потом сделать очень много полезной утвари. То есть, они могут быть полезны еврейскому народу, эти ученики. Так, вся разница в этом была. Они, да, черные, но их можно будет изменить к лучшему. И что? В ло ги. В ло ги, это называется, и это было не так. И объясняется сама. Даже недостойных учеников надо было учить, они станут праведными. Вот что означает фраза элло ги. Надо даже недостойных учить. Га ги литомы да аты гу да ахзулей. Га ги литови, литови, ля шиф, да, это было сделано для, ля шиф, чтобы посадить, для поддержки да аты его духа, гу да ахзулей. То, что показали ему. Это то, что мы показали ему, было показано для поддержки его духа, чтобы его успокоить. Потому, что он так поступал во имя небес. Вообще-то, получается, с неба, что, получается, что с неба сказали ему неправду. Так получается. Чтобы успокоить. Есть такое объяснение, что на самом деле это все не так. Немножко. Ему сказали, что он неправ в том, что таких исправить людей нельзя. Мы уже говорили об этом, как неправ и раби Лезер, и раби Элазар, считающий, что он считает, что их можно исправить. На самом деле, мы не пророки, и нам не дано узнать, кого можно исправить, кого нельзя исправить. Поэтому пускай учатся все. Это написал, знаете кто? Бен Йояда. Б-йояда. Зовется Бен Йояда. Есть такой комментарий редкий. Он об этом написал. А сейчас, как бонус, чтобы вы отдохнули, послушайте меня. Здесь есть несколько приложений к этому уроку. Ну, таких мусарных. Несколько, три или четыре. Очень короткие. Дело в том, что вообще Тора запрещает лицемерие и притворство. Запрещается. Это учится в стихе Шмот, 25 глава, 11 стих, про ковчег. Там сказано про Арон, храма. «И покрой его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его». Чтобы он был внутри и снаружи золотой, одинаковый. И Рашин этот стих так сказал. «Мудрец, который внутри не такой, как снаружи, не мудрец». Так сказал Раша. Вот Рабан Гамлеэль сказал, что запрещается входить в Дом Учения тому, кто не такой снаружи, как внутри. И когда его свергли с поста и назначили Лазаро Бен Азаре, и внесли 400 скамеек. Он очень расстроился и сказал, «Неужели я мешал учить Тору еврейскому народу, и не дал ему видь белые бочки с этой черной землей внутри». Мол, ты правильно поступил. Но это было не так, сам говорит Талмуд. Сейчас мы об этом сказали. И эту последнюю фразу вроде бы надо понимать так, что он поступил, неправильно поступил, когда не впускал лицемеров. А самому был показан, чтобы успокоить. И он успокоился. То есть, получается, что иногда можно немножко обмануть, слукавить, чтобы успокоить человека. Но вот какое есть интересное объяснение этому эпизоду еще. Еще один такой вид. Послушайте. Катал, когда Талмуд говорит, что это не так, он имел в виду, что не так, не было там учеников этих лицемеров. Вот в чем дело. Вообще их не было. Задает вопрос Раби Мейрис Промышлен. Был такой хасид Великий. Разве небо может обмануть, даже если хочет успокоить? Нет, конечно. Просто когда Рабан Гамлель объявил, что запрещается в дом входить лицемерам, не таким людям, которые снутри и снаружи одинаковые, многие мудрецы отказались входить. Запрещается и подумали, а вдруг я такой? Я даже не буду ходить на эти испытания. Детектора лыжи, который называется Рабан Гамлель, конечно же, увидит все это. Но я и не пойду. Скорее всего, конечно же, недостаточно достойный. Что-то внутри меня происходит. Все мы боремся со своим ецером. И они остались снаружи. А когда вход открыли для всех, внутрь вошли и те, кто на самом деле был такой снаружи, как внутри. Они просто оставались снаружи и не входили внутрь. Получается, что когда показали Рабану Гамлель сон с бочками, тем самым мы намекнули, что при нем внутрь прошли как раз лицемеры. Видишь, кого ты взял? А там остались нормальные люди. Так что не точно его и успокоили. Это по Рабе Мейеру из промышленных. Еще есть такая тема. Убрали, поставили 400 новых скамейок или 700. Откуда прислужник знал, кого впускать и кого не впускать до этого? Мы говорили несколько замечаний, да? Есть еще одно есть. Адмора и Садигуры. Адмора и Садигуры? Ведь прислужник не умел читать мысли людей. Адмора и Садигуры так сказал. Нет, просто прислужник вообще закрыл двери на засов и никого не впускал. Ему сказали, не впускай тех, кто такой и сякой, он и не впускал. Кто уже ходит, будет ходить, а вы не будете. И лишь те, кто силой лез, вот только туда и попадали. В другом месте Талмуда рассказано, мы говорили об этом о Илеле, которого таки не впустили, а силой он не вошел, и он сел снаружи. Вывод такой, сказал Адмора и Садигуры, тот, кто старается пройти внутрь всеми силами, даже путем страдания, видите, плачет, мерзнет, но все равно залезет сюда. Только тот достойен учить Тору с такими людьми. И еще два слова. Сказано, что не впускали тех, кто не такой внутри, как снаружи. Но ведь злодеи тоже одинаковы внутри и снаружи. Вы не находите? Главное, чтобы не было разницы, да, напряжения, да, зарядов. А злодей, он и снаружи плохой, и снутри плохой. Так вот, да, не впускать нужно было лицемеров. Если человек честный, как у снутри, только остороже, по крайней мере, не обманывает, пускай у Че Тору и он исправится. Бойтесь лицемеров, а не тех, кто притворяется хорошими. Не только тех. Мудрецы вместе с Раби Лазаром, Беназаром считали, что даже лицемерам можно позволить учить Тору. Пусть исправляются. И последнее. Лезть. Про лезть два слова прямо скажу. Сказано в Бамидбар, 35 глава, 33 стих. Не льстите в стране, потому что кровь ее оскверняет. Странная фраза. Лезть подобно убийству. Нельзя льстить. Иначе будет пролита кровь. И в том месте, где проливается кровь, Всевышний уходит. Вот он ушел и вас забрал с собой, потому что сказал, что я с вами не расстаюсь. Так вот, будете льстить, он и идет. Не будете вы в голоде. И страшнее лжи. Потому что ложь всего лишь не приближает Машиха, а лесть его отдаляет. Льстит называется, кстати, ханеф. Тот, кто слышит плохое, не возражает, ведь злой, и говорит, что это хорошо. Чтобы только подделаться, чтобы не получить ударов от окружающих людей. Боится кого-то, хочет устроить самого себя. Льстит другому, чтобы что? Чтобы получить какие-то приятные моменты от него. Лесть, вообще-то, сравнил лошонгара. Но второе, это твои слов понизится чей-то статус в глазах тому, того, кому ты это говоришь. А лесть, это твои слов, твой статус повышается в глазах этого человека. Ой, Ивана Ивановича, какую умную шутку вы сегодня пошутили. И Иван Ивановичу, начальнику, приятно, и его статус повышается. Это запрещается полностью. Всевышний уходит с такого места и может вообще оставить. И Машиха не придет вовремя. Правда, в случае опасения за жизнь, здоровье, конечно же, можно все это делать, но в умеренной дозе. Так вот, сверх для раба на гамлеле с должностью руководителя Насим, назначили на его место 80-летнего молодого Лазара Беназаря. Он пошел, советовался со своей женой с 17-летней девушкой, которая дала ему совет, согласилась с ним. Если бы она сказал, не ходи, он бы не пошел. И вся история не только еврейского народа, а и человечество пошло бы совсем по-другому. Вот какое-то было узловое место в нашей истории. И так, знаете, она вдруг сказала, а вдруг тебя свергнут? А почему она сказала, вдруг тебя свергнут? Он сказал, я все равно пойду. Помните, сейчас мы сказали, стеклянный бокал стоит того, чтобы один день сказать кедуш. Правильно ведь? Как хорошо. Так он хотел стать носив, что даже на один день был согласен с этим. А потом пускай его пересберут. Нет. Она ему такую фразу сказала. Послушайте, какую она фразу сказала. Послушай, тебя сейчас выберут. А они же, видишь, какие люди? Сегодня убирают, завтра убирают. И ты захочешь им постараться. Понравится. Ты будешь стараться, им понравится. Ты будешь и заискивать. Это лицемерие, не дай Бог. Мы потеряем Аллах, Абба, из-за того, что ты станешь носить. Он говорит, стоит мне на один день пойти туда. Это меня не касается. Никакого лицемерия они от меня не увидят. Ни перед кем не буду заигрывать, ни перед кем не буду льстить, чтобы меня не свергали. И я возьму этот коз и скажу, кинешь на один день. Так, мы прошли еще несколько мусар, уроков мусара на тему нашего нашего урока. Наша история продолжается. И в следующий раз, с Божьей помощью, мы будем ее заканчивать. Всего хорошего. Большое вам спасибо. Шалом, шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...